Сергей Трифонов. Детские рассказы на ночь. Баня. Еще один ковшик отвара на камне и помещение наполняется паром. Он скрывает предметы, меняет их очертания и кажется куда-то отступают. Меняются даже немногочисленные звуки и слышится только вдох и выдох. Сразу запахло мятой и терпкой березовой листвой, сладким липовым цветом и кисловато-хвойным можжевильником. В свое время травы и цветы были собраны и высушены в печи, а теперь щедро отдают ароматы лета. И с каждым вдохом тело еще больше расслабляется, слегка пощипывает кожу, по мышцам разносится тепло, выгоняя накопившуюся за день усталости напряжение, становится еще спокойней, ленивей, дыхание становится более размеренным и глубоким. Глаза сами собой закрываются. Просто хочется побыть в этом состоянии, в котором просто хорошо, в котором можно не думать ни о чем или думать о всем сразу. Это просто не важно. Мысли живут сами по себе, появляются, исчезают, изменяются. Все происходит само собой. Мелькнет картинка из детства. Первый поход на речку. Яркое солнышко играет на воде тысячи солнечных зайчиков. Все вокруг такое большое, кроме друзей и щенка. Радость, брызги воды и заливистый смех. Писк и звонки лай собачонки. Катание по теплому песку и закапывание друг к другу. Друг друга запах речной воды издобной булки, принесенной мамой. Самой вкусной булки на свете. Потому что поровну разделенное между друзьями и маленьким любимцем. И лето никогда не кончится. И над головой бездонное небо. Небо проглядывает через густые кроны берез, окрашенные восходом солнца. В лесу становится светлее и он как будто оживает. Глочки тумана между стволами понемногу оседают. И на кустиках черники то и дело загораются жемчужинки росы. Все больше лучей проникают вглубь леса. Делают его золотым. Появляется все больше хрустов, шуршаний ветвей, в которых десятки печук все смелее и уверенней приветствуют рождение нового дня. Лишь запах остается неизменным. Запах мокрого мха и листвы. Тонкий аромат цветущего вереска и десятков скромных лесных цветов. Едва уловимый запах грибов. Не спеша прохожу между стволами деревьев по мягкой подстилке. Заглядываю под кусты и раздвигаю палочкой траву в поисках вкусных даров леса. Красноголовых грибышей подосиновиков. Нарядных волнушек, выглядывающих из мха. Семейство шершавых опят, то и дело оживляющих. Трухлявые пни и, конечно, желанную добычу любого грибника белый гриб. Аккуратно срезаешь его. Берешь за толстую ножку. И губы сами собой расплываются в улыбке от радости. Радости не было. Не было ни грусти, ни испуга. Только какая-то туповатая растерянность. Отзвенел последний звонок. Вручение аттестатов. Ярко разодетые и разукрашенные одноклассницы. И нелепо выглядящие в новых костюмах одноклассники. Дежурные слова директора школы и облегченное радостное выражение лица классного руководителя. Концерт, застолье в столовой, кисловато-сладкий вкус шампанского, смех и глупые шутки выпускников. И растерянность у всех. Еще пару недель все хвастались, кто в какой вуз поступит. Да нет, уже почти зачислен. И блестяще его окончил. Но это пару недель назад. А сейчас все шумят и дурачатся, чтобы продлить этот день, чтобы оттянуть наступление завтра, за которым неизвестность. Вот все толпой вывалились на улицу и галдя направились встречать рассвет. Почему-то в северо-западном направлении. Смотрю им вслед. Мой класс. Мой? Класс? Уже нет. Просто знакомые чужие люди. Иду на восток, на горку над озером. Там, под короной старой яблони, можно увидеть первые лучи солнышка. В руке пиджак-аттестат. Что будет завтра? Хм. Уже сегодня. Увидим. Вот только в первых лучах по щеке катится капля. Капля скатилась по подбородку и упала на грудь, возвращая к действительности. Температура снизилась, стало даже прохладно. Мне лениво и не хочется двигаться. Да вот надо поддать парку. Сергей Трифонов. Детские рассказы на ночь. Баня.